Как-то неожиданно для нас всех была террористическая атака на Кремль. Правда, она была ночью, под покровом ночи. Кто-то видел, кто-то нет, но, собственно, видео всего происходящего, сообщения о том, что произошло ночью, появились только в середине дня. Почему так долго об этом молчали? Готовили террористический акт, готовили почву, собирали со всех показания, потому что надо было Медведеву высказаться, Володину, Коношенкову. Что они делали все это время? На самом деле, все это видео, все-таки в Москве живет, если брать на круг, более-менее вокруг 20 миллионов человек, если считать с приезжими. И поэтому понятно, что такое явление, как летание и какой-то удар беспилотниками по Кремлю, это, в общем, вещь, которая не могла. Хоть кто-то должен был снять это. И, конечно, это сняли, если я не ошибаюсь, парочка местных таких вот небольших телеграм-каналов это опубликовали. Другое дело, как на это отреагировал Кремль? Кремль мог, конечно, вообще на это не заметить, но, видимо, все-таки тут есть две версии. Либо это все устроил сам Кремль для каких-то целей, для того, чтобы поднять тревогу, устроить истерику и задумать какую-нибудь очередную гадость. Либо второй вариант – это все-таки те, кто сейчас… Либо друзья Украины, которые работают на территории России, и такие есть, мы об этом видим, об этом свидетельствует и рельсовая война, будьте здоровы. Да, спасибо. Об этом свидетельствует рельсовая война в регионах, которые примыкают к Украине, Прянщину прежде всего. То есть, ну, есть друзья Украины на территории России, возможно, они это делают. Ну, а совсем исключить, что это все-таки какая-то психологическая подготовка к наступлению украинской армии, я лично не могу. Хотя, конечно, руководство Украины говорит, что нам этого не надо, мы тут свои города освобождаем, а по чужим не стреляем. Хотя, справедливости ради, надо сказать, что удар по Кремлю – это абсолютно легитимная военная цель. Потому что Кремль – это место дислокации военно-политического руководства России. И поэтому, если говорить о международном правовом аспекте этого события, то удар по Кремлю является абсолютно законным, легитимным ударом со стороны Украины. Ну, гадать я не хочу, но, тем не менее, мне представляется, что это такое довольно интересное событие, которое демонстрирует, что вторая армия мира просто либо действительно сама себя начинает бомбить, что, в общем, большая экономия средств налогоплательщиков Украины и НАТО, потому что если они сами смогут всю эту проблему решить, то и хорошо. Либо это демонстрация того, что все-таки у России совсем нет ПВО. Так что любой вариант неплохой. Вообще-то, ну, неплохая новость. Я думаю, что в рамках подготовки к большому украинскому наступлению это все неплохо. Так же, как и рельсовая война в Брянской области. Так что неплохо, неплохо начинается май. Вы знаете, про контрнаступление мы еще поговорим, потому что и Пригожин о нем сказал, и про рельсовую борьбу, и про партизанов тоже вспомним. Давайте для начала по заявлению, потому что вышел Коношенко, вы сказали, что, ах так, если вы, значит, атаковали Кремль, значит, мы имеем право бить по центрам принятия решений. Смотрите, мы, значит, 14 месяцев этого не делали, а теперь, значит, будем это делать. Вы знаете, мы помним, как эта война начиналась, как, значит, диверсанты бегали, диверсионные террористические отряды российской армии бегали по, вокруг Банковой, и это просто все видели, это все фиксировалось, и там стрельба была. Поэтому вот насчет того, что не делали, это так, это вот куда-то к ворону Мюнхгаузену. Значит, идет война, разговоры о том, что будут наноситься удары по центрам принятия решений, причем не только в Украине, но и в странах НАТО. Они идут постоянно, пугают тем, что сейчас вот мы уж точно, сейчас вот мы уж точно всех убьем, всех повесим, всех разорвем и пасть порвем, моргал и выколем. Это мы все слышим на протяжении уже сколько там, 15 месяцев, да, идет все это, весь этот терроризм. Поэтому никто уже самое главное этого не боится, потому что вот Маргарита Симоньян, она свое сакраментальное. Ну что ж, теперь-то наконец мы начнем. Значит, причем кому это мы в данном случае адресовано, непонятно, может быть, к Украине уже, может быть, уже она ждет того, что Украина наконец начнет. Но если говорить о том, что вот еще никогда, еще до сих пор не начинали, ну, я думаю, что после завершения войны, значит, кто-то еще будет по инерции спрашивать, ну когда же, когда же мы наконец начнем, после того, как российская армия будет уничтожена, и Россия как государство, а может быть, и прекратить свое существование. А может и останется, но уже в границах 1991 года, что тоже неплохо, хотя и не так хорошо, как другой вариант развития событий. Что касается заявлений Володина, теракт в отношении президента – это нападение на Россию. Киевский режим необходимо признать террористической организацией наравне с Аль-Каида и ИГИЛ. Во-первых, у меня ощущение, что очень искаженное понятие теракта, у Володина, по крайней мере, потому что теракт – это когда ракета прилетает в 4 утра в дом в Умане, и где под завалами оказываются больше 20 людей. Теракт – это когда в Днепр прилетает в жилой дом. Теракт – это когда они бомбят украинский Херсон, железнодорожный вокзал, эпицентр сегодня пострадал от атак, и там тоже погибли люди. Вот это теракт. А терактом называть сгоревшую тряпку на Кремле – ну как-то, по-моему, too much. Вы знаете, ну это действительно, собственно, на кого рассчитаны все эти… Ну, понимаете, это люди, которые на самом деле не являются субъектами, а это просто вот такие говорящие органчики, когда… Ну он должен что-то говорить, да? Володин, он же Володин, он прилагательный. Чей? Володин. Вот он должен выполнять свою функцию прилагательного. Он это делает. Значит, случилось вот такое. Кто это сделал, неизвестно. Но, тем не менее, надо же реагировать. Значит, все сейчас ведут разговоры, что вот, последний раз Кремль бомбили в 1942 году, надо на это реагировать, надо что-то делать. И надо говорить, вот включаются эти говорящие органчики, что вот, наконец, надо принять меры, надо, так сказать, как-то ответить. Теракт. Ну, логика такая, а нас-то за что? То есть, значит, более года уничтожали Украину, били по мирным городам, били по детям прямой наводкой, поубивали несколько десятков тысяч человек, несколько сотен, если брать в целом общее количество, но гражданских несколько десятков тысяч человек было убито, сотни детей было убито. Это все нормально. Ну, а сейчас вот ударили по административному зданию, и принцип такой, а нас-то за что? Вот такая логика.